Территориальная избирательная комиссия «Славянская» совместно с избирательной комиссией Краснодарского края при поддержке администрации Славянского района и прибрежного сельского поселения провела на прошлой неделе зональный молодежный конкурс «Законные выборы». Конкурс прошел в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 7-го созыва в рамках краевого политического марафона «Кубань Госдума-2016». Известно, что успешное проведение демократических выборов зависит от активности избирателя, его гражданской позиции, политической грамотности. Особое внимание члены базовой территориальной избирательной комиссии «Славянская» уделяют работе с молодежью. Территориальная избирательная комиссия «Славянская» является базовой, так как в нее входят четыре территориальных избирательных комиссии – Абинская, Анапская, Крымская и Темрюкская. Представители этих территориальных комиссий привезли с собой команды, которые приняли участие в зональном заседании молодежных политических клубов. В каждой команде – молодые избиратели. «Мы хотим посмотреть, как молодежь изучает закон, как молодежь владеет этими законами. Поэтому вот это основная цель нашего мероприятия на сегодняшний день». Перед началом конкурса для всех участников и гостей в фойе Дома культуры была организована выставка, где можно было изучить историю выборов в Славянском районе. Архивную литературу предоставила межпоселенческая библиотека. «По страницам газеты «Колхозный путь», сейчас он называется «Заря Кубани», можно проследить историю выборов. Не только узнать, когда какие проводились выборы, но и узнать территории избирательных участков, узнать, чем занимались агитаторы в этот период. И главное – узнать имена наших прабабушек, прадедушек, которые участвовали в комиссии или были депутатами, об их трудовых успехах, потому что каждая газета рапортовала то, что сделали депутаты, почему мы их выбираем. И это можно проследить на протяжении 65 лет, потому что в фондах нашей библиотеки Славянской межпоселенческой газеты хранятся с 1949 года». С приветственным словом к участникам выступила глава прибрежного сельского поселения Татьяна Сайганова. «И вы сегодня являетесь их участниками. Я думаю, что это довольно ответственное мероприятие. Поэтому успехов вам и в этом мероприятии, успехов в вашей учёбе, успехов, может быть, кто-то уже какую-то карьеру делает. Удачи всем, благополучия, ну и, конечно же, интересного сегодняшнего мероприятия». Оценивали знания молодых конкурсантов, члены жюри, в состав которого вошли глава прибрежного сельского поселения Татьяна Сайганова, а также председатели четырёх территориально-избирательных комиссий. Конкурс включал в себя три этапа. Первый – турнир знатоков на знания избирательного законодательства Российской Федерации, современной политической ситуации в стране и крае. Во втором этапе конкурса лидеры команд делали заявление продолжительностью до трёх минут на тему «Я кандидат в депутаты». В третьем этапе конкурса ребята решали «Гроссворд» на тему избирательного права и избирательного процесса. Участники конкурса убеждены – участвовать в выборах необходимо, иметь свою гражданскую позицию и уметь её отстаивать. «На самом деле это интересно, это нужно, это опознавательно, знать все моменты избирательного процесса, избирательной системы в целом, потому что любой гражданин, он же ходит на выборы, вставит свой голос». «Во-первых, это очень интересно, знать, что творится не только в стране, но и в твоём собственном регионе. Мы долго готовились, очень серьёзно, потому что информация, правда, много её и очень сложно. Мы занимались не только сами, искали дополнительную информацию, но сюда мы приехали не только с победой, хотим победить, но и просто узнать что-то новое и подчеркнуть». По итогам конкурса победила команда «Мы – это будущее» Славянского района. Команда «Школа молодых» Темрюкского района заняла второе место. На третьем месте оказалась команда «Консолидация» Анапского района. Участникам были вручены дипломы и памятные подарки. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо. Шарелинка. Получица Белого проходит pursuit на кольта. И это же Команда «С 來омет». inclaremos его в Е stereotyпение. Конкурса победила меня и по сути. И тут вск� preuss на кольта.